Итак, всем привет, с вами NWG. Продолжаем играть за Нидерланды, Виктория 3. В прошлой серии мы так неплохо проколонизировали, по законам тоже тут движемся, да. Сделали достаточно забавную себе, так сказать, легитимную сотку с всеми буквально партиями. От этого минусов я не вижу на данный момент, поэтому так пускай и остается. И будем потихоньку продвигать все законы нужные нам. И я думаю, продолжим колонизировать, но самое главное, исследуем профилакс кумулярики. И вместе с этим начнем прям дичайше колонизировать вот эти вот страшные провинции с сильной малярией. Так что я думаю, что поехали. И мы, как обычно, продолжаем расширяться в колониях. Не только за счет простой колонизации, но и захвата вот небольших государств. Будем потихоньку мы вот эти вот, их, по-моему, как-то там что-то озерные государства называли или что-то такое, потому что здесь много озер. Но об этом не сильно интересно. Нам интересно то, что это наши будущие ресурсы. И здесь даже если уже какие-то застройки, да, то есть какие-то домики постоят, это сразу нам будет давать какой-то профит в наш ВВП, наш доход, так что полезно. Здесь я уже доперевел все на стальные рамы, и наше производство, наши точные постройки начали делаться еще быстрее. Скоро мы уже достроим мечети Джены, очень важно. Подстраиваю немножко еще ведомство, потому что у нас бюрократия, так как бы, ну, на лимите. И дальше вот электростанции, чтобы покрыть минуса, и потом уже чисто будем строить мы все вот в этих новых наших колониях, чисто ради денег. Потому что деньги у нас как бы имеются в нормальном количестве, но нужно продолжать это развивать, продолжать наши доходы увеличивать. Сейчас вот у нас минус, но это потому что у нас ничего не тратится из-за инвестиционного пула, видите, то есть это ровно как раз к 8000 приходит, но они не идут. Давайте, по-моему, угольные шахты, если мы поднимем, то да, на них будут два деньги, чтобы сократить вот этот минус немного. Ну и продолжаем строиться. Эта война уже, кстати говоря, выиграна. Кстати говоря, я вам скажу, что наша торговля с ранцией очень выгодна и удобна, и вот торговое соглашение на самом деле тоже очень выгодно. Потому что мы очень много импортируем и ничего не экспортируем. Да, то есть обычно я стараюсь это не делать, но вот сейчас подчеркну, что мы покупаем просто огромное количество всего, экономим этим очень много бюрократии. Там мы получали что-то с пошлин, но у нас даже при вот этом импорте все равно цены высокие, и, соответственно, для нашего всего производства, для наших заводов, да и для нашего населения удобно, когда цены остаются низкими, пошлины на это не распространяются. Потому что железную дорогу надо строить, и, ну, с французским рынком мы сотрудничаем просто очень-очень. Я даже предполагаю, что мы очень много каких-то важных ресурсов из франции выкачиваем, но франции все равно очень хорошо развиваются. В общем-то, яишки, яишки неплохо в этом моде развиваются, да, с вот этим улучшением. Но я думаю, мы все равно займем первое место, потому что мы все-таки игрок, и думаем намного лучше, чем боты. Только я бы еще, наверное, сделал сначала стальные вагоны вместо до вот этого. Вот две на это причины. Во-первых, пускай подкачают вот эти техи, да, чтобы удешевить профилактику малярии. А во-вторых, мне реально очень хочется перейти на новый уровень этих вот на остальные, собственно говоря, вагоны, чтобы себе больше перевозок получить. Потому что перевозок у нас сейчас очень не хватает на рынке, а это делает дороже как бы все здания, что используют их, да, а их как бы много. И они полезны, на самом деле, да, потому что они много рабочих, мест нам сокращают, а у нас населения немного. Так что надо сначала будет взять это, и потом уже вернуться к малярии. Мы тем временем исследовали динамит, значит, что мы теперь можем повысить здесь производство взрывчатки. И за счет этого здесь повысить производство каких-то ресурсов. Давайте посмотрим, чего нам не хватает. Угля я вижу, не хватает, да. Свинца вот тут, допустим, куча серы немножко повысится. Давайте, да, начнем, наверное, с угля. И почему-то железо... Нет, железо есть. Железо окей, ну да. В общем-то, давайте уголь посмотрим. А, ну там хватит. Уголь, серу поставим точно. Посмотрим, что со взрывчаткой. Да. 21, это еще умеренно. Можем еще кто-нибудь поставить в золото, допустим, вполне себе. Ну и пока подождем, потом еще двое-верх добавим. Хотя сюда можно тоже. И вот наша следующая война. Продвигаемся потихонечку здесь на юг. Здесь нам колонизировать все равно пока нельзя, пока там тяжелой малярии у нас нету теха. Но потом, как только мы следуем тех, у нас будет намного больше позиций для начала колоний. Единственное, конечно, что нам не хватает, вот как у Франции, допустим, да, свойства правительства жесткое очень. Просто население огромное. У нас такого нету. Но зато мы, я думаю, скорее всего, раньше следуем тех и раньше сможем колонизировать, в принципе. И таким образом, может, вообще закроем в Франции границу для колонизации. И, кстати, благодаря нашему неплохому такому балансу, я подумал, что можем, в принципе, повысить зарплаты и даже понизить налоги. Почему бы и нет? Могли бы мы расширить строительный сектор, но фишка в том, что... Да, у нас сейчас есть что строить, но на самом деле нам одновременно строить больше даже особо и не надо прямо сейчас. Да, потому что, ну, это тоже занимает рабочих. Причем, ну, 4000, да. И там мы можем увеличить одновременную постройку, но у нас закончатся слоты очень быстро. У нас только вот здесь вот есть что застраивать, и, ну, мы тут уже плотно строимся. Сейчас вот заводы в Нидерландах достроятся, они строятся долго. Но вот тут население все, это все плантации, это все рудники. Оно строится быстро. И нам, на самом деле, больше не надо. Пускай это лучше вот будет в балансе, потому что оно периодически может туда-сюда скакать. И да, вот сейчас мы опять в минусе. Так что пока что мы расширять постройки не будем, просто будем, если у нас будут появляться дополнительные средства, а вот у нас сейчас минус, потому что мы строим плантации, то мы их будем откладывать. Вот и регулирующие органы подъехали. Отлично. Начинаем их тоже выкачивать. И можем уже пятый уровень сразу поставить, да, то есть единственное, конечно, стоит бюрократию расширить, но это мы можем это в наших силах. У нас, кстати говоря, налогообложение везде хорошее. Да. Давайте тогда поставим больше бюрократии, да, и будем думать на следующем секунду. Долго думать не пришлось, как бы начальное образование обязательно, нам нужно доказать тоже образование. У нас будет доступность 50%, плюс вот этот прекрасный домик вот отсюда, да. Но еще 20... 22. Я думаю, вы поняли, да, как это забавно выглядит. Жесть, очень смешно. Из-за того, что у нас колониальная эксплуатация, и это не наша включенная область, то мы получаем 22% доступности образования вместо 20. Так у нас будет 72 базового, и нужно будет откуда-то 28 еще и взять. То есть буквально 14 уровней жизни будет хватать, чтобы население имело 100% уровень образованности. Кайф. И следующая наша война оказалась не такая простая, что зашла еще Португалия. Ну как не такая простая? Для нас она еще более выгодная становится, да, очевидно. Потому что вместо просто мелких территорий здесь мы еще и Португалию здесь можем подъездить. Так у Португалии, я думаю, какие-нибудь там союзники были, да. Либо они бы могли кто-то еще позаходить. А так мы просто заберем себе вот эту территорию и здесь вот их стейтик. И еще неплохо так подъедим Африки. Ну и у нас тут получилось в итоге три фронта с африканскими странами и вот два с португальскими войсками здесь вот. На всех трех фронтах мы побеждаем, так что война очень простая. Параллельно мы тут кучу плантаций строим, строим заводы новые. Возможно, да, нам придется подстроить здесь инфраструктуры везде. В наших, собственно говоря, колониях. Но это нам только за, потому что нам не хватает как раз таких перевозок. И вот, да. Собственно говоря, сейчас еще дополнительно португальский получим. И хотелось бы мне, наверное, побольше заводов строить именно, чтобы больше денег тратилось из пула, а не из казны. Но тут сложно найти какие-то заводы в Нидерландах построить. По той простой причине, что здесь населения уже не осталось. А в Африке пока не сильно большое желание строить, хотя в принципе можно. Раздел в том, что если оно отколется или еще что-то в Африке, а в Африке это вероятнее, потому что там непризнанные культуры, вот это все дела, то у меня какой-то ресурс может немножко прикольнуться и перестать производиться. Ну, посмотрим. Наверное, придется все равно строить, потому что население, оно конечное. Вот. Кстати говоря, уровень жизни очень высокий у нас уже и в колониях, и в самих Нидерландах. Это, конечно же, прекрасно. И вместе с этим растет у нас уровень грамотности. Тоже очень прекрасно. А вот мы приняли обязательное начальное образование. Тоже шикарно. У нас много бюрократии от того, что мы кучу домиков построили, поэтому институты продолжаем качать. Здесь еще много времени нам понадобится, да, здесь два уровня тоже много, но уже не так, потому что есть три уровня. Это, конечно же, хорошо. И думаем, что мы будем брать следующим, да. Давайте возьмем защиту свободы слова ради распространения технологии. В принципе, почему бы и нет. Я буду поддерживать или подавлять, но нам незачем. У нас все в парламенте легитимность то, зачем, собственно говоря, париться, да. Все здесь. Да, здесь есть кто-то, кто злится из-за вот этих законов, потому что мы тут поотказывались. Но это пыль, у них нет влияния. Здесь то же самое, здесь то же самое. Хорошие группы у нас лояльны, собственно говоря. Из-за промышленников, конечно, хотелось бы ими видеться лояльными, чтобы у них не было вот этого дебафа, чтобы был вот этот баф. Чтобы вот этот космический баф был, тем более, что они могущественная партия. Но что поделать, что поделать. Тем более, а слушайте, куча они поддерживают, это приятно. Со временем вот эти дебафы все пройдут, да, по времени. Может, вот эти вот тоже пройдут. И мы должны получить обратный баф, потому что, ну, очевидно, 20% пула, это очень неплохо. Но когда мы начинаем строить заводы, вот как сейчас, да, я подумал, давайте все-таки построим себе заводики, допустим, в Восточной Мали. Да, я вот не очень понимаю, в итоге, насколько здесь район объединен, подсоединен, точнее, к нашему рынку. Вроде бы как бы да, но в итоге нет, нет. Значит, наверное, нам не стоит прям застраиваться здесь. Ну вот опять же, как бы типа должно. Я понимаю, что у нас нету туда прохода, очевидно. Но у нас, допустим, есть вот здесь союзник, да. Почему это не может считаться? Здесь, когда мы смотрим, мы тоже не можем посмотреть данные. Хотя, подожди, у нас здесь пишется, нет, это Восточная Мали. Можно я переключу сюда? 100. Через порты, ага. А здесь, я так понимаю, нету связи. Все, я понял, что здесь происходит. Отмена по текстилю здесь, потому что он будет бесполезен. Более того, наверное, и это бы отменить, но... Как они хотя бы локально что-то реализуют. Но текстиль тогда где мы построим? В Того. В Того есть связь с рынком, да. Давайте здесь построим кучу одежды, собственно говоря. И что еще? Можно в Уканте, да, тоже. Почему бы нет? Будем, да, застраивать и колонии, посевненько на фабрике, потому что, ну... Нидерланды закончились. Здесь сюда даже миграция, на самом деле, происходит, да. Это приятно. Но, в любом случае, они закончились. Будут коренного населения. Это, кстати, приятно тоже. Мир скоро будет тоже очень приятно. Очень много мы сейчас от Африки отберем. Вместе с этим, я думаю, стоит, раз мы здесь строим промышленность, включить эту область, чтобы они получали все наши бафы. И по этой же логике, наверное, стоит пройтись по остальным всем регионам, где у нас есть какая-то промышленность, такая более-менее центра. Их тоже стоит подключать, да. То есть здесь вот, допустим, немного. И, наверное, без разницы. Ну да, вот такое, такое, такое не сильно хочется. Вот что-то вот этого хотя бы можно. Да, давайте вот это тоже включим. Здесь я включаю, но это на будущее. Там, потому что нефть где-то будет, пускай будет включено. И здесь я тоже вот включал территории. Собственно говоря, потому что у меня в тот момент только они и были. А, мне нужно было население включенное, но это еще какое-то время составит. Вообще, я хотел бы посмотреть. Они там включены, допустим, только процентом. Приятно, там все процентов было, это ожидаемо. Давайте сюда пойдем. Все равно я так чувствую, у нас нигде никакой колонизации. А, ну сюда, ну это микро совсем не происходит. Ну вот, 8 и 15 у нас. Но нет, нет, не сильно оно выросло на самом деле. Вот это число еще и все еще не равно вот этому. Но продолжает расти нормально. 1,35, кстати говоря, прирост. Вот это вот надо еще все выключить. Вот это еще очень нам нужно выключить. У нас на самом деле очень много смертности еще не ликвидировано. Что нам для этого нужно, собственно говоря? Техи, я так полагаю. Но мне казалось, что основные техи уже готовы. Я же правильно помню, что лечебницы тоже можно поднять нормально или нет? Нет, неправильно помню. Два уровня мы получаем от закона. То есть нам реально, вот приняли закон, надо сейчас лечебницы поменять. Это было такое временное решение, так сказать. И вот тут вопрос. Хотим мы поставить вот это? Или у нас население настолько будет богатым, что мы готовы будет вот это? Я думаю, мы ставим вот этот закон, да? Потому что, ну, если мы станем очень богатыми, мы поменяем. У нас на самом деле большая часть законов уже готова. То есть вот это мы уже не будем менять. Не будем, не будем, не будем, не будем. То есть вот может быть социальную политику, женщину поменяем, да? Здесь готово, 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 готово. Возможно поменяем. Здесь тоже готово. Нам нужно поменять. Готово. Здесь уже, типа, так По вкусу Возможно, поставим полное разделение, да, чтобы дискриминации было поменьше Хотелось бы мне еще поставить мультикультурализм Чтобы к нам мигрировать У нас уровень жизни космический, будут мигрировать много Но, но Игра умрет моментально в этот момент Так что, наверное, мы не сможем себе позволить Либо только под самый какой-то лейт Собственно говоря, что поиграть подольше без лагов У нас совершила Была запись последней, последней манархисты И ну-ка А мы можем что-то Убрать патернализм Добавить Элитизм Больше не будет реализма Мирные взгляды А нам это вообще нужно? Президентская република Ну, типа, они будут Я так понимаю, больше Типа, не именно старые традиции А просто Ну да, а просто Типа, власть Власть, так сказать Имущим Допустим Да, давайте Я не вижу особо проблем с этим В принципе Допустим Так, здесь мы закончили войну с Португалией Добьем чисто этих ребят И Собственно говоря Выглядит уже Африка красиво Потихоньку она красится в наш цвет Детская Франция здесь тоже подкрашивает ее Это мне не так нравится Но что поделать Да, нужно побыстрее профилактику исследовать В эти вот цветовки немачков побольше И уже после этой техи Начнем качать малярию Единственное, если Будет распространяться сразу удостоверение личности Наверное Я докачаю все-таки их Потому что таким образом Мы докачаем себе и малярию Говоря, знаете что мы захватим? Мы захватим Хе-хе Я считаю На этом компания в принципе уже считается Успешной Да, независимо от того Что будет происходить дальше Ну а дальше будет, я думаю, конец серии На этом можно уже нам Эту серию заканчивать Как я говорю Закончится война с хе-хе как раз Так что, ребят Если вы еще не подписаны Ставьте лайки Ставьте подписки Оставляйте комментарии Все как обычно, ребят До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok